Как заменить слово скидка на процент скидки в товарах в WooCommerce? Значит, смотрите, у нас по умолчанию появляется такой бейджик, если у вас товар со скидкой, появляется бейдж со словом скидка, сейл или распродажа. Зависит, какое слово появляется, зависит прежде всего от перевода, ну и от шаблона, который вы используете, шаблоны я имею в виду в WooCommerce, вашего сайта. И мне кажется, что на самом деле вот здесь слово скидка, оно не очень как бы информативное, оно просто говорит о том, что есть скидка, здесь нужно смотреть, какая была цена, какая есть, но было бы гораздо интереснее поставить вместо скидки процент, то есть минус столько-то процентов, и сделать вот такой вот вариант. Здесь гораздо это привлекательнее и более информативно для нашего покупателя. Итак, как заменить слово скидка на такой процент, я рассказываю в статье у себя на блоге, как заменить слово скидка. Здесь вы можете взять уже готовый код, а также посмотреть плагин индивидуальной функции, куда вы можете вставить этот код. Итак, я рекомендую использовать именно этот плагин, вы можете его создать самостоятельно, потому что плагин очень простой, там всего лишь один файл, сейчас я вам его покажу. Я его часто использую для того, чтобы вставлять какие-то индивидуальные функции PHP, ну, чтобы не нарушать шаблон, например, да, допустим, я не хочу вставлять шаблон, потому что при обновлении, если это не мой шаблон, да, при обновлении у меня все эти изменения слетят. Поэтому я использую вот такой вот плагин, он абсолютно простой, там ничего нет, это пустой файл, вот здесь мы переходим в плагины, редактировать плагины, здесь вот выбираем индивидуальные функции, и, как видите, здесь только шапка, то есть заголовок, что это за плагин, чей он как называется и кто автор, ссылка на автора. Собственно, все, вот здесь дальше мы можем вставлять любые функции PHP, которые будут работать с нашим сайтом. Итак, переходим на сайт anfisabreos.ru, открываем статью, ссылочку я дам, внизу вот здесь у нас уже есть готовый код, открываем его в чистом виде, копируем, полностью копируем, ничего здесь менять не нужно, и вставляем, вставляем его в индивидуальной функции. Здесь ничего менять не нужно, единственное, что вот вместо минус, или наряду с минус, да, вы можете написать какой-то текст, ну, например, скидка, минус, да, и что-то такое. Я оставила только минус и, собственно, процент. Все, обновляем этот файл, и теперь смотрим, было у нас вот так, то есть было слово скидка, теперь обновляем страничку, и у нас появился процент, в зависимости от того, сколько скидка, такой и процент. Итак, для тех, у кого шаблон AB Inspiration, вам этот код не нужен, потому что я уже модифицировала шаблон соответствующим образом, и теперь у всех, у кого магазин на шаблоне AB Inspiration, будет отображаться процент. То есть вы не должны это делать, да, это очень важно. Но вот этот код вы можете использовать для любого другого шаблона, для замены как раз вот этого слова. Так, что еще я хотела сказать? Да, про индивидуальные функции, сам плагин, вы можете скачать тоже здесь по ссылочке в статье, я здесь указываю ссылку индивидуальной функции, вы можете ее открыть, и здесь есть, во-первых, инструкция, как пользоваться данным плагином, ну, как вы видели, достаточно просто, но вы можете создать такой плагин самостоятельно, либо скачать уже готовый.